Йоу! С вами Анатолий, барыга печами, дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. Сегодня речь пойдет, прямо вот в этом ролике, не столько о печи Гефест, про него вообще сейчас ничего не будет рассказано, сколько вот об этом чуде. Я это увидел первый раз, вы увидите это точно в первый раз, вы даже не могли представить, что такое бывает. Это модули дымохода, которые сделаны из чугуна. Делает их исключительно компания Гефест, то есть вот на момент съемки их еще в продаже нету. Сразу говорю, когда что будет, я ничего не знаю, звоните в Гефест. Все, что я могу вам рассказать, я все расскажу, а что я не расскажу, добавит Александр. Поехали смотреть. Значит так, смотрите, это чугун, модули состоят из трех различных, нет, из двух одинаковых вещей. Это труба и эта труба, а посередине между ними стоит модуль заслонки. Заслонку можно расположить со стороны предбанника, тогда можно смотреть на огонь и регулировать туда-сюда. Опачки, чугуней вот такой вот толщины. Так, а можно ее расположить абсолютно с другой стороны и тогда, находясь в парилке, можно также регулировать, как будет удобнее вам. Крепятся между собой вот эти три модуля на шпильки, так называемые, с одной стороны и с другой стороны. И также вот этот вот модуль крепится вот на такие вот, как это называется, болтовое, по-моему, соединение. Между собой эти модули скреплены шнуром асбестовым и еще промазаны герметиком. Вот такой вот модуль, естественно, если печь будет в облицовке, можно будет поставить вот в такую вот облицовку. Можно будет поставить из кирпича. И, как мне рассказали в Гефесте, основная задача вот той конструкции, которую вы видите, это дойти до проходного узла, а дальше поставить просто сэндвич. Чтобы, ну, так как вы знаете, то, что дымоход это, ну, если смотреть мои ролики, там, или ролики Марата, или другие ролики известных профессионалов, вы знаете, что дымоход это больше огнеход, то есть в дымоходе очень высокая температура. И вот эти вот чугунные модули снимают температуру и уже износ дымохода из нержавейки, допустим, намного меньше. То есть дымоход из нержавейки прослужит намного дольше. Давайте посмотрим еще интересные всякие вещи. Все модули брендированы. Вот такая вот стрелка, как ставить, есть. И я вижу то, что я был не совсем прав, то, что эти два модуля трубы абсолютно одинаковые. Вот этот вот модуль все-таки стартовый, у него вот такая вот юбочка есть. Втыкается он там внутрь печи и еще юбочка. А вот этот вот модуль у него уже вместо юбочки внизу, у него под шпильки просверлены, или не знаю, или отлиты отверстия, и шпилька вставляется. Дальше посмотрим отливку. Отливка сделана не в этот самый, как его зовут-то, блин, забыл слово, не в пенопласт, а уже серьезная вещь такая. Сразу понимаю зрителя, который скажет, ага, Гефест это всегда дорого и качественно, хочу дешево и некачественно, но тоже из чугуна. Потенциально смотрят, ну, естественно, меня смотрят и производители чугунных печей совершенно различного качества, различного уровня. К сожалению, для нашего печного и дымоходного рынка я вынужден разочаровать производителей, все вот эти вот системы, они запатентованы. То есть, к сожалению, к нашему глубокому, сколько Гефест поставит цену, такая цена и будет. То есть, конкурентов вот в чугуне, в чугунном дымоходе не будет. Я сказал слово чугунный дымоход, хотя меня в Гефесте уверяют, что то ли не-не-не, мы вот только сделаем только вот для бани, только вот три модуля. На самом деле, мне уже, в общем-то, все понятно. Это прямой конкурент будет Шидалю, системам Шидаля, когда делается бетонная отливка из бетона, посередине отверстия в него вставляется труба. Ну, в Шидале это керамические трубы, да. А тут уже, я думаю, то, что возьмут отливку из бетона и поставят чугунину. Зачем это нужно? Чтобы полностью весь дымоход сделать из чугуна, он тогда будет стоять вообще крайне долго, потому что чугун не только температуру хорошо держит, он еще и к агрессивным кислотным средам очень хорошо относится. То есть, чугунные, видели эти водостоки, водосливы, им там вообще по сто лет. Соответственно, будет в какое-то время, не знаю, в ближайшие или не ближайшие системы, которые будут стоять на полу. Ну, и подключение будет боковое, вот такое. Все эти дымоходы, естественно, потребуют фундамента, ну и печка требует чугунного фундамента. Вот такие вот, я вижу, дела будут. Ну что, прямо в чем можно сказать? Я думаю, меня надо дополнить. Дополни меня. Ну, во-первых, я тебя поздравляю с тем, что вы врываетесь не только в производство банных печей, но и в производство еще и дымоходов. Я вижу, у вас еще и облицовка есть различная. То есть, как хочешь, так и облицовывай. Что печь, что дымоход, наверное. Дополни меня, если я что-то не рассказал. Да, я дополню, Анатолий, ты улетел очень далеко уже, даже куда-то в будущий год, в следующий я зашел. Основное, зачем мы это, конечно, делали, это ради чугунного шибера. Ой, смотрите, глаза у него лукавые. Ну ладно, давай, давай. Шибер для наших печей, он очень необходим. Так как вот регулировка горения должна происходиться именно верхним шибером на трубе, которая находится. Печи все изначально сделаны с повышенной тягой, чтобы могли работать на любой системе дымохода, там с поворотами, с отводами, надо делать зауженные, получается, системы. Чтобы все они работали, уверенно, гарантированно, да, у печки есть запас по тяге. Чтобы ее сбивать, нужен шибер, потому что если он будет открыт, либо он выгорел, или он стальной там был, да, банная печь, очень мощная печь, да, там, стальной не всегда может выдержать. Поэтому прикрывать всегда нужно. Не закрыв шибер, то есть печка будет греть, ну, все это понимают, она будет греть атмосферу нашей планеты, которая без того выгревается. Поэтому для правильной регулировки горения шибер, он на наших печей обязательный. Так как чугунных шиберов продажи нету, остальные там не доживают срока жизни нашей печи, поэтому мы сделали этот шиберный блок. То есть идет стартовая труба, в ближайшее время будем делать, чтобы она на любые стартовые наши трубы подходила. Следующий блок, который сжимается с предыдущим, и между собой они фиксируют шиберный блок, и на этом мы пока остановимся. Да, в планах есть большие, но это только пока в планах. Ну, тут сам Бог велел сделать теплообменник, то есть для теплосъема что-то, то есть какую-то гофрированную трубу с ребрами теплосъема. Ну, если, конечно, дальше идут, раз горячая чугунная разогретая труба, почему бы это тепло не используют для обогрева соседних помещений, комнатных. Ну, ребят, удача вам в этом деле, вы прям пользу приносите обществу, это и вечный дымоход выйдет. Все сделано только ради шиберного блока. Только ради маленьких, голодных, несчастных детей, которые тянут к нам свои ручки и стонут. Дайте нам, пожалуйста, шиберный блок. Шиберный блок сейчас только 130-го диаметра. Следующий диаметр, и будем над ним работать тоже, выходить. Не так просто это получилось сделать. Сколько у вас времени ушло от самой идеи до разработки? Ну, то есть, до вот этого. Идея-то была давно, сначала именно работа над этой идеей, до первых отливок прошло несколько месяцев. После них еще прошло три месяца, прежде чем мы качественно первую отливку получили. Вот только вот сейчас мы показываем, даже снимаем. Это позавчера работало в бане, то есть мы его еще раз прожгли окончательный раз. Проверили, как регулируют, нет ли задымления отхода-то. Все идеально работает, готовы начинать его производить уже серийно. Какая толщина у него? 6 мм округа. А что за марка чугуна? Основа это серый чугун. Ну, по нашим внутренним ТУ он отливается. То есть чугун готовим. То есть СЧ-20? Он когда-то был чушки, это СЧ-20. А потом уже рецептуры приготовления чугуна. Там не только химсостав чугуна, а то как его сделали. В каком температурный режим. В каком виде будет находиться в этом чугуне? То есть с какой температуры отлили, как смешали, и в какой температуре его остудили. Слушай, у меня оптический обман зрения. Или это правда? То есть смотри, здесь труба идет вот так вот так, потом расширяется. Это тоже не сразу появилось. Чтобы сохранить внутренний диаметр, не было заряжения в шибенном блоке. У нас эта часть расширенная идет. Потому что мы не можем стык-стык делать. Один патруб, который составляется в другой, всегда будет туже. Поэтому здесь у нас дело расширее, чтобы сохранить диаметр. Состыковка по дыму или по конденсату? Какая труба в какую вставляется? У нас все здесь по дыму собрано. Все по дыму. Понятно. Чтоб не перепутали стрелочки. Это уже показал их, они указывают. То есть стрелочки как раз показывают, какой модуль за каким идет, правильно? Это показывает, какой стороной его надо ставить. Потому что стрелочка должна вверх, чтобы перевернуть. То есть если постараться, то сильные соберут. Слушай, ну что, класс вообще. Класс. А какие-нибудь модули типа сетки сюда подходят? Вот здесь специально сделана площадка. Чтобы сюда одевается сетка. Например, на печи в сетке или на печи урагана. Наши такого плана. Сюда тоже можно поставить сетку. Шиберная ручка также выходит сквозь сетку. Чтобы не падала на саму задвижку шиберную, камни будут находиться здесь. Какая толщина задвижки? Там ограничитель стоит, ее не выдернуть. Ее никак не выдернуть. Только вместе с дымоходом. Она по уму сделана, то есть она не просто плоская, а еще там вырезы какие-то, чтобы угарный расход выходил. Она не до конца закрывает. Закрыв дымоход не получится. А толщина какая? Толщину сейчас не схожу. Здесь все 8 мм, если я не ошибаюсь. О, палец. Так. Что бы еще тебя вы спросить? Ну, ты понимаешь, что нас смотрят ваши конкуренты. Скажи точно, смогут они такое же дело? Или лучше им не пытаться? Я-то просто знаю, что у вас... Во-первых, есть патент в конструкции. Патент есть. Да, патент обойти всегда можно. Нельзя обойти качество по данной цене. Ту цена, которую мы дадим, и с таким качеством, никто не сможет сделать. Это я гарантирую, потому что у нас собственный литейный цех, собственные конструктора, собственные рецептуры. Нет, ставление, что бы нам по такой цене никто не дадил. Просто я что вижу. Ну, есть ряд заводов, которые делают очень недорогие печи. Они же могут сказать, что труба на патенте, давайте мы тогда будем тоже делать трубы из чугуна. На патенте система состыковки или что? Полезная модель. То есть, именно как чугунный дымоход полезная модель. Именно как чугунный дымоход. О, как. Так, вот думаю, что бы еще-то спросить, что же людям интересно будет, наверное, интересна цена. По цене с кем будет конкуренция? То есть, понятно, что ты сейчас не можешь сказать, а будет стоить там за метр, там, 300 рублей. Пока трудно сравнить, это пока только стартовая часть. И она сделана для шиберного блока, для надежной регулировки горения нашей печи. То есть, это пока не дымоход. И до дымохода пока даже это особо в планах не стоит. Особо, да. Ну, да, конечно. Так, как только это появится в продаже, то есть, писать в комментариях, ребят, сколько стоит, что, кого, смысл не имеет. Как только на сайте появится, значит, это... Как только это появится, значит, уже наличие на складе. Можно уже звонить, заказывать, покупать. Ссылка там снизу. Ну, что, мы, наверное, все рассказали. Ну, я не знаю, я все, что увидел, все вам рассказал. Тебе есть что добавить? В данном ролике нет. А у меня все-таки еще один вопрос, я вспомнил. Скажи, пожалуйста, вот он втыкается в любую... В любой вот эту вот ларь или только под определенные модели? Нет, еще раз повторюсь. Это все сделано для надежной работы нашей печи. Потому что нет шиберных блоков, чтобы хорошо они работали с нашей печью. И этот стык, пока нижняя часть, она только под нашей печи подходит. Под любые модели? Под любые модели наших печей, нашего производства, которые на 130-й диаметр рассчитаны. Это 130-й диаметр. А перечислить, какой 130-й, какие печи подходят? Это из модели Гефеста. Это вся линейка 0,3, 0,3, 0,3 ЗК, 0,3 М и прочее. И на линейке Гроза 24. Гроза 24, Гроза 30. Там 130-й диаметр. Там уже можно это использовать. А у других печей другой диаметр? Там не то, что другой диаметр. Да, а нижняя часть, да, я сейчас попытаюсь поднять, да, чтобы она вставляется в нашу печь. Так. Все, вот, ну, да. Под какую и случайность подойдет, то подойдет. Нет. А бывает у вас там 150-й? Есть, фон, так же, да. Если это хорошо зарекомендуется полная система про эту обкатку, будем делать в других печей, чтобы подходили для... Но, опять же, только для ваших печей. Нет, для наших печей это уже в ближайшее время будет закрыто. Чтобы все модели, естественно, могли приклиптоваться чугунным шибером. Под печи других производителей надо смотреть, какая у них система стыковки. У кого-то же это отверстие, у кого-то патрубы в разных диаметрах бывают. Ну, сегодня у нас какое число-то? Сегодня, по-моему, 19 июня 2018 года. Ребят, не знаю, когда вы смотрите ролик, но вот именно это полный свежачок, это полнейшая бомбища. Надеюсь, то, что в течение ближайшего времени вы уже начнете делать дымоходы, прямо вот такие вот матерые, на боковое подключение к любым печам. Желаю удачи. Вещь очень полезная, вещь классная. Задрымска амтруге, как говорят англичане. В общем, что, спасибо большое. Ребята, повторю. Как только появляется на сайте... Как сайт зовется? Технолит.ру Технолит.ру Он там снизу будет приотачен. Как только это появляется, там появляется вместе с ценой писать комментарии. Анатолий, сколько стоит? Вот не надо. Все идите на сайт и смотрите. Все. Всем пока. Пока-пока. Все. Может, что добавишь? Нет. И я не буду. Лайк ставьте. Вот что надо мне было добавить. И жмите красную кнопку подписаться. Йо. Вообще вещь. Спасибо.